Стоит ли какую-то специальную аккредитацию для российских журналистов использовать? Мне кажется, что это не очень адекватный шаг, потому что мы понимаем, что таким образом хотят как-то оградить, возможно защититься от Live News каких-то про НЭР, которые в Винницкой области про АТОС уже это снимает. Это понятно, но с другой стороны, мне кажется, что это невозможно запретить именно аккредитации журналистов именно России. С другой стороны, это точно могло бы создать какие-то препятствия, в том числе и для журналистов, которые просто пытаются делать честно свою работу, потому что есть же и такие. Я, знаете, я всегда выступаю за точность формулировок. Мне кажется, точность формулировок является отправной точкой для решения той или иной проблемы. Так вот, я постоянно повторяю, что все государственные телеканалы, на данный момент существующие в России, не являются средствами массовой информации. Не являются. Они являются средствами массовой пропаганды. И именно к ним так и надо относиться. И я считаю, что государство имеет полное право знать, что за люди к нему приезжают. Я считаю, государство имеет полное право не впускать на свою территорию людей, которых оно не желает здесь видеть. И вот именно в этом случае я проблем никаких не вижу. Если, конечно, это все не перерастет в какую-то очередную попытку удушения свободы слова. Но, опять же, если разграничить средства массовой информации и средства массовой пропаганды, то я проблем в этом не вижу. Ну, понимаете, в чем дело. Сложно сделать это так, чтобы это касалось... То есть нужно это написать. Это касается только, например, телеканалов Российской Федерации. Ну, то есть, а наши, кажется, политики не готовы именно так сделать. Потому что это не очень демократически. А с другой стороны, как это называется, вынудить всех абсолютно, все телеканалы, в том числе, там, BBC, CNN, Fox News и так далее, эту процедуру. Вот. А им тоже кажется, что это немножко как бы неправильно и плохой отзыв был бы на Западе. Нет, я не знаю. Можно просто ввести стоп-листы и этим ограничиться. Если государство считает это нужным сделать, я в этом проблем не вижу особых. В общем, вот сидит Аркадий Бабчин. Который считает, что проблем нет с тем, чтобы действительно возможно даже ограничить присутствие его коллег по... Они мне не коллеги. Они мне не коллеги. Опять точность формулировки у нас подвела здесь. Окей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова